Самая удивительная гонка 2023 года. Я бы даже сказал, это гонка открытия. Абсолютно все удивляет в этой гонке. И трек, и локация. Я ехал, думал, кайфану, так, по лайточку. Контрикроссик. Но пришлось прилично поработать. И после рекламы расскажу поподробнее. Слушай, для тех, кто только начинает свой путь в эндуро, главное, чтобы мотоцикл был надежным. На него были запчасти. Но, а главное, был послегарантийный ремонт. Чтобы можно было позвонить в любой момент в службу поддержки, и тебе всегда ответили и помогли. Чтобы попасть сразу в правильную компанию, где есть туры, где есть сервис, где есть качественный модельный ряд. Ну, а главное, чтобы у этого бренда было лицо. Вот это самое важное. Потому что все эти бренды прячутся только за странными названиями. А у того бренда, который я тебя сейчас познакомлю, действительно есть лицо. И фабрика. Ну, а главное, такая команда существует. Вот эти ребята, которые каждый день приходят на фабрику ZM Moto для того, чтобы делать свои мотоциклы. А вот и начальник, главный, старший, босс. Выбирайте любой из этих мотоциклов и участвуйте на гонках. Гоняйте по лесу, кайфуйте, получайте удовольствие. В эндуро можно найти абсолютно все, что ты хочешь. От прогулок по лесу до серьезных мероприятий. И все для этого есть у парней ZM Moto. Еще и у них есть поддержка вас, поддержка вашего настроения в качестве туров. Конечно, запчасти, тюнинг, сервис. Все для того, чтобы мы с вами получали удовольствие в лесах, карьерах и полях. Ну, а главное, у вас есть возможность получить скидку по промокоду 7Duro. Перейдя вот по этой ссылочке или позвоня по телефону, вы получите, выбирайте либо на сервис, либо на туры. Кстати, они делают очень крутые эндуро-туры. Ну и, конечно же, на покупку нового мотоцикла. Возможен трейд-ин, возможно оплата по кредиту. Короче, все для того, чтобы ты сейчас перестал сидеть на своем диване, выбрал себе мотик и отправился в свое невероятное путешествие и преображение. Спасибо, что посмотрели рекламу. Она очень важна для нас. Грязный бурундук. Санкт-Петербург, 2023 год. Лето, жара. И я отправился, так скажем, в это путешествие вместе с семьей. Решил посмотреть, совместить приятное с полетным. Посмотреть Питер, погулять по Невскому, Дворцовая площадь. Ну и заодно гоночку проехать. И, конечно же, рассчитывал, ну так, полайточку газнуть, кантри-кроссик, аккуратненько, чтобы после гонки остались силы еще и на прогулки с семьей, на поход по историческим местам. Но не тут-то было. Трек очень, очень, очень. Ну прям, я не знаю, я не могу даже набрать слов, какой он рабочий, какой он сложный. Гонка действительно шокировала и очень сильно удивила и вымотала, окончательно без сил оставив после финиша. Я думал только об одном, как же я поеду второй круг. В общем-то, наши друзья, Юрий Березин, подготовил отличный трек и выжил, наверное, максимум из того, что предполагает местность. В смысле? Ну, чем ты организовываешь гонки? Смотри, это уже 13-я гонка или 14-я, которую мы делаем, и это вообще вначале гонка была для новичков, потому что те гонки, которые были на своих китайских мопедах с накатом в 19 часов, мы ездить просто не могли. И потом мы росли, гонка росла, и получилась вот такая вот самая сложная локация в Ленинградской области, и мы единственные, кто делает горки с переставками, наподумать и все остальное. И самое интересное в этой гонке – это насыщенность трека. Очень много мест хардового, где приходилось работать, и ты выкладывался там полностью, уже без сил, дышать нечем. И казалось было, за этой секцией, за сложной, должен быть прогон, где ты можешь отдохнуть, восстановить свои силы. Но нет, сразу же за этой секцией был еще один хардовый участок, а за ним еще один, и вот так проехав три участка, ты уже просто не дышать не можешь, не думать, не соображать. И только после этих трех больших сложных секций был прогон длительный. В общем-то и название гонки тоже удивило. Грязный бурундук. Ждешь от этого трека каких-то грязей, как минимум, болота, ручьи, какие-то сложности именно с скользким грунтом. Ну нет, было все сухо, ручей был всего один, ну и то его преодолеваешь, и дальше все опять по-сухому. Возможно, жара повлияла, поэтому название гонки толком не соответствовало. Что такое бурундук, я тоже не очень понял. Возможно, ждали на питбайках, возможно, там бурундуков много. Для меня это загадка. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему гонка называется именно бурундук. Пока мы монтируем видео, и я стою на старте, готовлюсь к старту, мне приходит такая мысль в голову. Интересно, а как Старкварк поведет себя в этих условиях, в этом рельефе? Это рельеф достаточно сложный. Я бы его даже оценил бы, ну, точно серебро Геленджика. Этот рельеф сложнее намного, чем бронза Геленджика. И Юра Березин, организатор этой гонки, и трек-менеджер этой гонки, он сам лично прокладывал этот трек, я с ним пообщался на эту тему. Конечно, вложил туда очень много сил, и мне очень нравится, что сейчас организаторы пришли к тому, что они делают технически сложные треки. Потому что нету уже вот этих длинных бесконечных прогонов, где ручка газа до отказа, а уделяют внимание на треки техничным элементам, где нужно больше триальная техника, или хард эндуро во всей своей красе, так скажем, играет красками. Старт гонки. Первые моменты, это всегда скоростной немножко трек, и ты думаешь, что здесь-то нужно отжигать. Едем все в одну линию, обгонять особенно негде. Но я смотрю, основная группа ребят все равно набирает большой темп, и мы еще не знаем никто, что впереди ждут секции настолько хардовые и настолько сложные, что можно сейчас никуда не спешить, можно просто поэкономить силы и ехать в своем темпе для того, чтобы приехать к этой секции в отдохнувшем, так скажем, состоянии и преодолевать ее, не запыхавшись, не потратив силы. Потому что именно от преодоления этой сложной секции, этого подъема, зависело то, как ты поедешь дальше. То есть тот, кто, неважно, каким ты туда приезжаешь, с первым, вторым, третьим или в десятке, важно, как ты безошибочно и как ты легко преодолеешь этот подъем. И преодолев его, ты, скорее всего, займешь лидирующую позицию и уже будешь где-то в лидерах дальше продолжать движение. Так вот, подъем, он был без разгона, сразу вверх. На видео, возможно, не очень передается сложность рельефа, но она усложняется тем, что под грунтом, который сыпучий и не держится, не цепляется за колесо, он сразу же так вот взрывается, взрыхляется. Под ним находятся камни волумы. Секция просто жесть. Камни эти скользкие, непривычные, ни на что не похожие. Просто жесть. Передохнуть негде. Появилось свободное время, собрался погонять в Геленджике, хочешь взять с собой семью, детей, жену, для того, чтобы, так сказать, вместе отдохнуть, но не понимаешь, чем они там будут заниматься, пока ты ездишь и гоняешь на мотоцикле. Да и сам, собственно, не очень представляешь, с кем и где кататься, где хранить технику и с кем двигаться. Решение есть. Квадра 93. У парней самая большая эндуро-база. Тренера, хранение, обслуживание, гиды, треки, прокат. Почти абсолютно любого мотоцикла. И, кстати, свой, между прочим, эндуро-стадион. Раздевалки, мойки, стирки, комфортный душ, кофе, кальяны. Офигенный отель с потрясающими завтраками, обедами и ужином. Ну а пока ты будешь накачивать свой скилл на мотоциклах, семья погоняет на квадроциклах, на лошадях, на яхте. Квадра 93. Отель, сервис, база, созданная эндуристами для эндурист. По промо-коду ВСЕВЕНДУРО ты получишь скидку на первое проживание. Давай, вот здесь в описании вся эта информация есть. Квадра 93. У первого подъема, самого сложного, было две траектории. Справа каменный такой вот, как каньон, бесконечные, огромные, большие камни. И слева немного грунта, но под ними все же камни и корни. Корни, которые обнажались от деревьев. И заехать его в лоб, не останавливаясь, условно говоря, на второй передаче, до самого верха, невозможно. Я не видел ни одного человека, который сделал это так легко и непринужденно. Приходилось ехать переставками, приходилось выбирать траектории, маршруты, где-то переставляясь, выходя на траверсу. Потом в другую сторону переставляясь, снова уходя на траверсу. Где-то помогая немного руками толкнуть мотоцикл. Естественно, упираясь ногами. В общем-то, травить сцеплением, в общем, все абсолютно навыки карты эндуро, которые ты впитывал все эти года, на этом треке, на этом первом подъеме пришлось применить просто сполна. И вырвавшись с этого первого спецучастка, выдохнув, кажется, ну все, сейчас будем отдыхать. Но нет, Юра Березин молодец и придумал тут же, сразу же, без какого-либо отдыха. У тебя не было на отдых даже, ну я не знаю, секунд 20. Тут же спуск сложнейший и снова каменные секции с бревнами, очень скользкие, мхом покрытые. Вот эта вот такая карельская немножечко природа давала особенный эффект этим камням. И на них нужно, чтобы резина была мягкая, и зацеп нужно, чтобы... В общем, там нету никакой абсолютно скорости. О второй передаче можно даже забыть. Только первая передача, аккуратненько ползешь, балансом. Ну и, в общем-то, мы все выкарабкивались. КОНЕЦ Здравствуйте, милые дамы. Че-то тут гуляют девчонки. Наверное, мужей или парней своих намочек там, их ожидают. Может, отцов. Уже бежок хороший, а? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, нормально. Нормально. Еще такой небольшой подъем. За ним, как только ты выезжаешь с него, ждет тебя флагмаршал, который отмечает, что ты эту секцию преодолел, которая состояла из двух спецучастков. участков. Продолжение следует... 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 Преодолев три самые сложные секции этой ГОН... Значин запомни... Если тебе необходимо сделать тюнинг на твоей подвеске в эндуро мотоцикле... Если нужно настроить твою подвеску в эндуро-мотоцикле И если нужно произвести какой-то ремонт или обслуживание То для этого есть только один правильный телефон Где тебе сделают качественно, быстро, надежно А главное, очень компетентно Это Дима в IP Russia Я телефон этот оставляю вот здесь, вот внизу Поэтому не надо больше ничего искать Просто позвони и получи еще по промокоду СЕВЭНДУРО Скидку на обслуживание, тюнинг или ремонт твоей подвески Преодолев три самые сложные секции этой гонки Нас ждал прохват, как принято говорить, в Питере Где можно проветриться и отдохнуть А я думал, честно говоря, что сейчас уже все Скоро финиш И не надо будет напрягаться Самое сложное уже позади Но нет Впереди на финише был еще один сложный спецучасток На котором пришлось тоже попотеть, так скажем Поработать И вот, когда я его преодолел Где в конце ждал последний флагмаршал Который фиксировал прохождение этого сложного участка Спецучастка Я, честно говоря, все это время ехал и думал Вот я сейчас доберусь до финиша Я, наверное, на второй круг не поеду Я его не осилу Но, когда увидел финиш Все эти мысли развеялись Попил немножко водички Отдохнул Пришел в себя И поехал на второй круг В общем, меня ждал второй круг Все те же самые секции сложные Их я уже преодолевал, так скажем, на опыте Уже зная, понимая, что меня ждет Какой камень Где мне правильно переставиться Где потом уйти налево Где сделать, проехать по траверсе И второй круг был значительно легче и кайфовее И преодолевался он уже, ну так скажем, в удовольствии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А как же я тебе дамал Ну наклони просто, открой наклони Давай лучше я сейчас приеду А то и... Блядь, ну паша Ну аж будет до финиша доехать И вернусь к тебе Субтитры сделал DimaTorzok А вот и зелененькая Просто я иду на результат Время терять не могу Сейчас дает до финиша и вернусь С бензином Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потому что на первом уже просто наелся И руки сводят, ноги сводят Думал не вывезу Больше двух часов Ну два часа занял у меня первый круг Но мысли на финише эти Отогнал от себя Думаю, ну что же я буду сдаваться Так, нет, не пойдет Надо ехать второй круг В дорогом круге было все полегче И вкатился уже сам Привык к грунту Прямо к вот этим камням К этой долбежке Знал все-таки трек Да, уже понимал, что от него ждать Ну и Появились накатанные колеи Не было уже пробок Стало меньше ошибок И честно, я кайфанул Прям Молодец, Юрка Хороший трек И все-таки Несмотря на то, что я ехал По классу золота Хоть он и называется Серебро ветераны Но Напоминаю Золото и серебро Ехали одним и тем же треком Они вообще ничем не отличаются Гонка Грязный бурундук Очень рекомендую Мне зашла в этом году Она прям очень хардовая Это как раз тот самый момент Когда Скорость небольшая Невысокая Вот этих прогонов Прострелов нету 90% трека Нужно работать Прям вот Думать Технических моментов Очень много И 10% Уже здесь Ближе к финишу Но такой прямик Где можно отдохнуть Даже немножко по полю Есть Такой Ну Прострельчик Да Прохват Как принято говорить В Питере Но Он выбивается Из общей конвой трассы Я даже Начал сомневаться Я может сбился с пути Я вроде ехал по золоту А сейчас Это как будто бы бронзовый Какой-то трек Даже остановился И позвонил Юре Говорю Юр Тут я еду по полю Это вообще нормально Он говорит Да нормально Там сейчас будет поворот направо И начнется снова Вот эти вот Подъемы Спуски Траверсы И все Все что Придумал Юра В общем Я кайфанул И класс ветеран Или мастер Так называемый Подарил мне Вроде бы даже Как призовое место Юра сказал Что я второй Так что Первый Сейчас посмотрим Кто Вроде Васильев Говорят Васильев Есть значит Ребята Ветераны Кому За 40 За 45 Сильные Очень сильные Молодцы Че Едут бодро Я не смог Обогнать Значит Вот Еще раз подтверждение Того Что Нас таких много И есть с кем соперничать Есть с кем бороться Ну что И уже сегодня Я с нетерпением Жду Лето 24 Года Чтобы отправиться В Питер Вместе с Кириллом На новом электрическом Старкварге Чтобы посмотреть Насколько же Бурундук Действительно Грязный Или Не грязный И вообще Насколько он Бурундук Проедем ли мы Проедем ли мы Вместе Со Старкваргом В общем Надеюсь Что мы увидимся Все там Вместе В Питере В 24 До встречи На гонках Так Ну что Берем Бензин Продолжение следует...